Нас всех посадят. Или, по крайней мере, делает все возможное, чтобы приравнять абсолютно нормальные вещи к экстремизму, чтобы потом за это посадить. Губопик сегодня решил напомнить о своем существовании в телеграм-канале ведомства появилось странное заявление. Попробуем разобраться, что же происходит. В Беларуси принято постановление Совета министров номер 575 о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма. Документ пока не опубликован, но Губопик намерен после его принятия инициировать признание экстремистских чатов и телеграм-каналов экстремистскими формированиями. В своем посте они написали, что подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности. По статье 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь как участники экстремистского формирования. Сразу напрашивается логичный вопрос, а когда уже в целом все социальные сети приравняют к экстремистским формированиям? Когда подышать свежим воздухом и прогуляться в собственном дворе станет пикетированием? Когда разговор с соседом станет заговором с целью свержения власти? Все это кажется очень абсурдным, и да, это вопросы скорее на будущее. Но я, да и вы все прекрасно знаете, что старого маразматика интересует лишь его пятая точка, которая восседает на троне. Поэтому он сделает все возможное и будет удерживать власть любыми способами. И если ярлык экстремизм хоть как-то успокаивает его душеньку, уверяю вас, он будет повсюду. Страшно представить, что если все же то, что написал Губопик, это правда, то по сути теперь посадить могут кого угодно. И как уже давно у нас принято, ни за что. Карателям плевать, если им сказали фас, установить телеграмму, подписать вас на все нужные каналы не составит большого труда. Тем более, что такое уже было. Но что же с этим постановлением? По сути, в национальном реестре пока еще нет текста нормативно-правового акта. И пока нет официального опубликования, делать категоричное заявление сложно. Да и не станут сразу все уже признанные экстремистами телеграм-каналы экстремистскими формированиями. Это тоже займет время, потому что должны будут пройти суды, которые их таковыми признают или не признают. Из главных пока последствий полетели отписки от телеграм-каналов. Судя по всему, контента теперь нужно делать больше на ютубе, чтобы хоть где-то люди могли потреблять правдивую информацию. В целом, это еще одно напоминание о том, что любыми способами правда будет пресекаться. Это напоминание о том, что плевать они и дальше хотели на законность в стране. Если можно тупо признать всех экстремистами и выпускать на главном портале, правовом портале, бумажки, вместо которых скорее в уборной, нежели в национальном реестре. Единственное, кто еще хоть как-то ассоциируется с правом, это адвокаты в Беларуси, которые хоть и не могут полностью выполнять свою работу, все еще являются для нас незаменимыми помощниками. Благодаря адвокатам родные хотя бы минимально узнают о реальном состоянии политзаключенных. Но и этому пытаются помешать. Наталью Мацкевичу, адвоката Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Николая Дитка, да и многих других белорусов, сегодня отстранили от исполнения ее профессиональных обязанностей, так как начали против нее дисциплинарное производство. Как говорится, адвоката в стране осталось на три дня, потому что у одних языки в жопе и не намека на честь, а у других отбирают лицензии и отстраняют от работы. Если вы думали, что абсурд на этом в Беларуси все, то вы ошибаетесь, дорогие подписчики. В отношении Светланы Тихановской и Павла Латушка возбуждено очередное уголовное дело по статье 382 УК РБ. Самовольное присвоение звания или власти должностного лица. Санкции по этой статье предусматривают до двух лет лишения свободы. Якобы Павел Павлович и Светлана Георгиевна насоздавали псевдоорганов государственной власти и управлений, да и представитель Республики Беларусь за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, вступили переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций. Об этом заявил ОФПРЕД СК Беларуси Сергей Кабакович. Ну что ж, СК снова возбудился. Странно, что только на статью, по которой можно получить всего лишь два года лишения свободы. Но идем дальше. Неудивительно. А на сегодня все, дорогие подписчики. Подписывайтесь на канал, пока еще это можно сделать. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ну и не сдавайтесь. По состоянию на 13 октября 805 человек признаны политзаключенными. А сколько еще не признаны, страшно подумать. И я не нагнетаю. Я просто напоминаю, что пока все эти люди сидят, часть белорусов не может вернуться домой, а другая сидит под оккупацией. Худшее, что можно сделать, это обозлиться и кинуться в депрессию. Поэтому остается только долбить. Живее, Беларусь!